Чтоб вчера не было, просто я поспать хотел. А люблю поспать. Да. Так что, не знаю, сегодня может сразу две головы прочитаем, посмотрим. Так. Собственно, го. Я не знаю, будет ли там постановление, но ладно. Смерть продолжает играть на гитаре, напевая грустную песню. Я лежал, закрыв глаза, и просто слушал. Грустный мотив песни заставил меня воспроизводить в голове образ Лии. А музыка типа есть? Или может ее потушил? Ну, есть. Она вышла ко мне из темноты и протянула мне руку. Столько мне тянуть руку ей навстречу. Подумал я, смотря в изумрудные глаза и на огненные волосы. Я хочу броситься к ней в объятия, раствориться в ее запахе и сгореть от тепла ее тела. Очень хочу. Мечтаю об этом. Но нельзя. Мне больно делать. Мне больно не делать это. Больно заставлять себя думать о ней. Не думать о ней, сука. Каждый день я просыпаюсь с мыслями о том, что уже не увижу ее, не услышу, не прикоснусь и не поцелую. Единственным верным решением на тот момент является быстрая эвакуация в курилку, сигареты и отрешенность сознания. Горикое, противное и острое чувство потери. Она прячется в самой сердцевине твоего сердца и гонит по винам боль. Нестерпимое, вызывающее слезы и желание разнести всех чертой матери, включая себя. Я оставлю себя бороться с этим. И у меня вроде получается. Но оно все еще во мне. И я не рассчитываю быстро от него избавиться. Это невозможно. Невозможно вытащить из себя сердце, вырезать болельщий кусочек, в котором горит еще не потушенный костер, чувство любви, и встать обратно. Желание прекратить боль и нежелание забыть о ней убивают меня. Словно маньяк-садист, наслаждающийся муком своей жертвой. Что осталось? Ну а музыка вернулась, а то я думаю, все, уже потушили. Я открыл глаза и приподнялся на руках. А я просто на куртку упала слеза. Я протер лица руками и обнаружил, что оно было все мокрое. Больно? Скучаешь? Да. Что-то вроде. Любишь ее? Несмотря на то, что ее больше нет, продолжаешь любить и верить? Если человек умер, его нельзя перестать любить. Особенно если он был лучше всех живых. Наверное, ты прав. Если бы тень умер, ты бы что делала? Сошла с ума. Вот именно. Я стараюсь не сходить с ума. И пока у меня получается. Грань между безумием и разумением очень тонка. Она опасна. Лучше быть психом или здоровым, чем быть наполовину тем и тем. Возможно. В любом случае, я не собираюсь превращаться в психопата. Никто не собирался. С меня я сказала смерть. Слушай. Я взял комнату и входную дверь. А что это было вчера? В курилке. Тень вынул что-то из стены. И выявил свое воспоминание о светящемся зверьке, окружающемся над смертью. И я потерял ход мысли. Нет, нет. Не так. Что это было вообще? Тайник в стене? Что это? И что вообще он вынул? Вы что? Разводите светлышко в тайниках в стене? Смерть лишь хихикнула. Он ничего не вытаскивал ниоткуда. Тебе привиделось. Нет, нет. Я точно уверен. Он вынул что-то летающее из стены. Допустим, что там тайник. Но что за существо он тебе дал? И где оно это существо? Где? Тебе привиделось. Тихо сказала она. Перехватил гитару. Спрыгнул с окна и покинул комнату. Оставь меня там. Привиделось. Ага. Как же. Стало неподдельно интересно. Что же это было? Все у них тайны до загадки. С другой стороны, надо отдать смерти должное. За то, что вытащил меня из океана мысли о Илье. Когда-нибудь мы с ней снова встретимся. Нет. Встряхнувшись, я перебрался в каталку и направился к выходу из палаты. А вот и наш герой-любовник. Стоит мне выехать из комнаты, как я чуть не впечатался в арахну. А? Я слушал, тебе удалось затащить булужника в койку? Поделишься секретом успеха? Я слегка покраснел. Расслабься, пупсик. Я, конечно, удивлен от таком стечения обстоятельств. Думал, ты выбрал химеру. Но... Черт. Совет да любовь вам. Эй, ты, шизанутая сука. Хватит слухи дурные распускать. Раздавшись с другого конца коридора, возглас громила. Бе-е-е, бякушка. Или бякушка, не важно. Я сейчас подойду. И мы будем драться. А ну иди сюда, скопище бицепсов. Сейчас мама арахна покажет тебе мастер-класс. Мужник взорвался смехом. Страшно, да? Учив момент, я решил потихо свалить. Но габариты коляски, что предательски громко стукнуть колесиком и деревянных всяк, мне не позволили этого. Эй, ниндзя-инвалид. Куда собрался? Я угнулся. Так лицо помыть, покурить. Тю-тю-тю. И что ты за мужчина такой? В смысле? Сейчас тут громил придет меня бить. А ты спокойно уезжаешь? Да я... Что так не понимаю, что ли? Что такое напряженное? Арахна плюхнула сми на колени. Поехали. Куда? Курить. А еще отдохнулся и покатил нас в сторону курилки. В курилке было довольно оживленно. А потом они начали бороться. Вы представляете это зрелище? Это было нечто. Обсуждали прошедшую ночь. Я пытался вспомнить хоть что-то. Но в голове была темно пилена. Эй, новичок. Какой-то ты бледный. Может тебе спирта? Не-не-не. Упаси тебя, таракан. Тот в ответ лишь хихихнул. Да ладно, дурачься. Ибо спирт с лимоном вещелитная. Ее только по праздникам пьем. Ну, слава богу. Размазывать тебя, конечно, знатно. Аж целоваться полез. Супик сказала лица. Черт, ведь и точно же. Ууу, мой любимый уже тут. она забежала в курилку и наклонилась к нему сегодня будем смокаться конечно спасибо на меня все находящие помещение засмеялись я застала как ну что ты так сразу химера смотрел уже совсем до речи потерял дура чужие что-то так напрягся да ничего это он видать только пьяно может открыть откровенничать а сейчас позор он просто стесняется в любви что скрывается в груди приемлемо стеснение пелена и словно клад ты за руку и держи басе сказать ей нужны слова это любовь это весна и наплевать что осень подошла ты стих напиши и смущение прочти химере девочки за которой все болит в груди пресвятые коридоры это восхитительно эй сладушка а ты мне стихи писать будешь спросила меня химера с надежды в глазах я с каких пор ты стал поэтом таракен спрашивайте не заходя в курилку ваш придворный алхимик всегда питал слабость к лирике и стихам мой король ответил таракена отвешивая тени поклон ты уже пьян что я ты за кого меня принимаешь я не в одном глазу чтобы я да эту дрянь пил не 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 ну разве что остатки спирта добил я там еще пол кружки оставалось хикнув сказал рыба цикнул таракан рыбе прикладываю губам пальцем то смущенно улыбнувшись прикрыла рот ладошкой а что у нас на сегодня какие развлекушки именно что у нас сегодня будет совсем от рук отбились смотря в окно сказал тень листья падают осень тень осень сам знаю что осень может нам уйти нежно спросил смерть в тени а чего это нам уходить кажется мысли тени стали пахнуть иначе я же прав смерти ходит и вновь это наша последняя осень сказала тихо тень сказала тихо тень сказал блять сказала сказала тихо тень и все сонны по приказу пересек поселили почему последняя мы же тень приложив руку к стене приложив руку к стене и химера затихла тень что чему ты будешь что с какой-то радости припёшься тут своими грустными мыслями мне трясет от тебя ты гони да падла и сучары угнувшись сказал таракан и затянулся дать бы тебе по морде до толку только я ответил ему тень продолжать смотреть в окно вообще тут прозвучал хороший вопрос нам нужно найти на него ответ какой из вопросов именно что мы будем делать сегодня для начала пойдем на завтра все смешно как сказал тень туши сигареты облются мне нравится подумал я неожидан для себя все кругом были веселые таракен был смешной тень держался дружески я просто взгляд на химеру и она и нет это временное вмешательство я встряхнул головой ты чего почему не химера ничего просто спать хочется тень хмкнул ну и черт с вами не знаю как вы а я пошел есть смертом уже накрыли смерть замерла на мгновение да отлично кто со мной эти макалка пойдем кушать я опять за грязью щекой ой просто на варах на какой же он не ваша смотри как покраснел выйти путь она поджогли на защите производите химера я завидую а ты думал я таки дождалась его принца вот только они на коне они обе страны отстранились от меня и вышли с курилки оставь меня и тень 11 ты же понимаешь что что если ты ее обидишь то я убью тебя самым жестоким образом кем только смогу придумать скоротень без эмоциональной и повернулся коми не стоит играть с химерой особенно делать его своим средством забавления от после потери что ты пережил я не мне нужны отговорки это не угроза предупреждение ты меня услышал теперь знаю что тебя ждет если ты обидишь химеру он прошел мимо хлюпа резина подошло и кет по залитому водой полу я даже не думал об этом сказал я не весь кому поднося губам сигарет после завтрака я вернулся в палату и расположился на кровати открыв тетрадь и она чертилась всякую всячину начиная от кресла каталки заканчивая тумбочками и столами делать все ровно было нечего тихо скрипнув открылась дверь и ушла арахна чего сидим скучаем просила на и усевшись напротив меня отхлебнул из бутылки от нее разила спиртным да я не скучаю просто рисуем а и даже по своему завязшему цветку не грустишь не твое дело зло ответил я это не ответ мне не понравился вопрос говоришь как тень с кем поведешься как говорится каково это топить свои же мысли в кубах дыма и реках и реках выпивки ну еще закидывай все это дело таблетками что ты прячешь пакетики в тумбе если бы я их прятал ты бы не знал о них ошибаешься ответь мне что вообще вы тут все делаете уже вроде нормальные относительно относительность понятия для каждого относительной пупсик внуши сказала рахна и приложилась бутылки а ты чего с утра пораньше спиваешься мне можно я догадывался что ты так что-то таки ответишь а зачем тогда спрашивал ожидал слушать что-нибудь иное ожидание не всегда оказывается действительностью привыкай у вас у всех привычек говорить такими закрученными фразочками а тебя что-то смущает меня многое смущает меня смущает это место не скажу что она ужасная но она непонятная мне нужны ответы на вопросы ответы это не ко мне дорогуша знаешь поэтому я и не люблю новичков им всегда приходится объяснять элементарные вещи если бы ты могла объяснить то это не был бы твоей проблемой а если не можешь значит эта вещь не такие уж элементарные как ты думаешь я могу объяснить но мне лень этим заниматься новички предмет страны сегодня не есть завтра нет зачем будут тратить слова и время на ненужное объяснение предмет говоришь так словно человек это вещь мы все лишь чьи-то забытые игрушки владелец давным-давно исчез и вот мы лежим в пыльной темной коробке и пылимся ожидаем или чтобы нас все еще чтобы нас еще раз взяли в руки и с детской улыбкой погладили по пластмассовой голове очень странное сравнение ничего странного просто чтобы это понять нужно время пройдет время и ты скажешь право облома марах на ох как право а потом начнешь потихоньку потихо спиваться как я она снова приложил приложилась к бутылке и все надо не бутылки и как никак я уже давно потерял себя и не найду никогда наш если бы не этот разговор никогда бы не подумал что ты может быть такой серьезной что ты что химера вы похожи своей безумной беззаботностью и дикой радостью знаешь салага скажите одну вещь некоторые чувства невозможно держать все вечно они рано или поздно вырвутся наружу это касается всех без исключения я могу рассуждать химера может плакать смерть может быть ласковый а таракен в любой момент может схватить скальпель и вскрыть себе вины захлебывать слезами тень может нагреть тень может начать кричать и психовать уши все вокруг ведь все мы ведь все мы если может так выразиться люди такие же как и по ту сторону стен любим боимся надеемся плачем мы сходим с ума она снова отхлебнула с горла расскажи мне как вообще-то все началось что осталось со всеми вами не буду объяснение повлекут только новые вопросы ответ на которые я уже не смогу она сдавлена улыбнулась и снова приложившись горошку кружку бутылки не было жалко на не смотреть может хватит я кинул на пол пустую бутылку арахана встала подошел к двери под первое столе вернувшись насел напротив меня выхватила тетрадь вырвала лист вырвала лист положила рядом с собой достав сигареты закурила по комнате ударив нос разнес запах вишневых сигарет арахана вылажно опхватывал губами фильтр втягивая в себя ядовитый дым и выдыхая его носом слегка приподняв голову к потолку а сам ты как собираешься бороться чем самим собой своей любовью с тем что у тебя внутри ты думаешь сможешь всегда граничит сигаретами и какими-то жалкими пилюлями ты сукин сын думаю что так легко убить в себе это чувство на что будет потом ты будешь рыдать плакать и ползти попу растирая своей рубахой свои же сопли по пыльному полу забрать в тебя эти пилюли и ты почувствуешь все что есть в тебе на самом деле ты думаешь дело только в лекарствах даже если так я наверняка смогу достать их по ту сторону забора это таракен смешал эти таблетки для тебя и лин дает их тебе ты держишься лишь потому что тень вовремя отдал приказ думаешь ты сильный хер раздвал блюдо и скоро ты останешься без этого лекарства от чувств и тогда ты сломаешься треснешь как чертово стекло начнешь сыпаться дело даже не в таблетках а в том что тебе никто не дает что тебе никто не дает тут ну спасибо не очень-то и хотелось в том что никто не дает тут начать обливаться этим дерьмом под названием слезы а когда ты уйдешь и останешься один ты будешь плакать сходить с ума ведь сейчас ты постоянно отключен от всего мы даем тебе время чтобы ты смог прийти в себя что эти таблетки делают таракен на таракен не волнуйся это хрен всего лишь что-то типа крепкого успокоительного никаких наркотиков а хотя убийство чувств внутри себя как наркотик тебе будет плохо и ты будешь мечтать хотя бы о половинке этой таблетки ответь мне что ты чувствуешь не можешь вот видишь пусть и так но ну что ты будешь делать когда не будет у тебя этих лекарств не знаю я не думаю так далеко смешно ни капли да даже если и так то почему ты не пьешь эти самые таблетки если я буду бивать себе чувства я потеряю свою человечность ведь чувство единство что делает человеком ты всегда будешь человеком пока сама этого хочешь и различать и пока сама этого хочешь различаешь отличает хорошего от плохого какая-то девацкая философия сладкий ты слишком глупо чтобы понять старую паучу хорах ну да ну да сколько у нас разницы в возрасте в год два цифры лишь условный знак дело в дороге пройденное от момента разумений заканчивая заканчивая текущим моментом твои рассуждения твоя философия детские может и кто-то другой скажут иначе но для меня это пустой звук просто потому что в моей жизни твои права не действует малышка скажи мне ты рос в любви в любви и заботе с мамой и папой теплом доме и получал подарки на день рождения да почти а я попал сюда когда мне было пять лет а до этого я жила с матерью шлюха и отцом наркомана заброшенный хибарь в лесу недалеко от деревушки у меня не было игрушек кровати телевизор и друзей я жила и не знала мира по ту сторону лесной стены носил он один и отцом на помойке вещи и все свободное время сидел на холодном полу привязанная к трубе в подвале дома не знаю ни любви ни тепла ни забот только когда ты приходишь проходишь через такое только тогда ты понимаешь те чувства когда видишь играющих друг с другом любит тишек когда возле магазина видишь как отец дарит своему ребенку игрушку как мать целует свою дочку сидя на лампочке а потом ты возвращаешься в свой грязный дом и тебя ждут два ублюдка которым интересно смело ли ты достать немного денег меня отправляли ворвать из сельского магазина неподалеку и клянчить деньги у случайных встречных мне людей если я возвращалась ни с чем то меня избивали привязывали его дерево на всю ночь я была вещью что могла подсобить попрошайничеством на дозу или бутылку спиртного не более того но потом мне удалось сбежать чур знает как я тогда решилась на это а потом копы больницы и вот я тут она хмыкнула и отхлебнул из этого я же сделал просто смотрю на нее то ли жалостью то ли с ужасом не стану расписывать что и как тут было скажу лишь одно с учетом того что происходило здесь раньше ты бы не протянула недели нас было 30 30 с лишним 30 с лишним человек брошенных миром и запертых в этом коридоре осталось всего 9 и вот она схлебнула отхлебнулась бутылки и закурила как-то так получается рак наскурил сигарету свернул бумажку спеку и позже он мне на тумбочку на снова сел ко мне на кровать только теперь она была очень близко хочу любви неожидно сказала она если дело не понимал то что происходит именно сейчас именно в данный момент мне было жаль и хотелось успокоить но я не умею делать этого а ты рассказывали сам стал пошел а черт я уже совсем пьяная сказал на закуривая закручиваю бутылку и ставили на пол рахта подвинула подвину меня и легла рядом со мной скоро мы простимся салага даже с тобой придется прощаться химерка будет плакать уже это знаю откуда но у меня вчера был первый поцелуй пускай в щеку но все же это вышло это вышло спонтанно не собрал если скажу что вчера ты показался самым красивым человеком на свете это плохо почему если химера ко мне привяжется тень сказал а ты больше его слушай он иногда слишком сильно иронизирует знаешь в нем просыпается и такие строгие папаша но ты не обращай внимание на и рахну смехнулась химер сама тебя уничтожит существо ведь у нас тут в коридоре все подводится под одну черту какую все мы такие какими кажемся на первый и даже на второй взгляд я это уже понял как это ты умудрился но когда увидел тень к примеру я потому что он просто забиты или очень больной а потом а потом показать и кто вас психушке смех сказал арахна на показал но слава богу не мне богу каком был бога нет малышка глупышка знаю но надо во что-то верить на кто же круто же когда думаешь что над тобой есть кто-то великий всемогущий да наверное так и есть у нас есть тень нам хватает и его хихнув сказал арахна кстати я хотел спросить о кое-чего что хочешь мои руки но я согласна я угнулся нет я хотел спросить о светлячке астине черт я не знаю как сказать а я тебя поняла нет я не скажу тебе ничего но рахну но рахнулечка когда выезжал слива нет не в казю мне языке отвернулась что же это за тайна такая странное существо истинное и не пытайся догадаться оборвал мои мысли арахна мне кажется вы тут все умеете читать мысли по крайней мере способность похоже на чтение мыслей у вас есть мы все тут дети с паранормальными способностями нас вырастили в инкубаторе и ставили на нас опыты мы дети мутанты она посмеялась дурашкой не забивай головешку лишними мыслями а что мне тут еще делать как не наблюдать за вами не разгар разгадывать ваши игры да и вообще много странности я увидел за все проведенное время тут убийство надписи загадки летащие светлячки переростки спиртных стенах галлюцинации думаю не будет на чем подумать когда вы дайте на может даже запишу это где-нибудь напиши книгу сказал рахну не поворачивайся из меня писатель не выйдет я не усидчивы да и фантазии меня нет на ладость и пара литров горячий горячий горячего гречи горючий горячительного горячительного блицом горячительный и у тебя будет и усидчивость и фантазия ну да вот вот тут мне за идея гонорар переправишь и мне там сделай головные тихо вот ток не за идею гонорар переправить и меня там сделай, главной героиней. Чтоб у меня всё было там, как в сказке. Обязательно, Рахна. Кстати, где все? Тянь павил всех на обследование к врачам, чтобы в случае чего успеть подлечиться, прежде чем придётся сбежать. Ранова, она что-то. Птица приходила утром. Сказала, что у меня были пропуски кадров или что, я не понял. Мне всё в порядке. А хули ты тогда не прогружаешься, чёрт? Так, птица приходила утром. Сказала, что возможно бежать придётся раньше, чем мы думали. Поэтому все сейчас заняты. Так что мы как минимум должны остались тут вдвоём. Двоём? Она хикнула. А ты почему не с остальными? У меня со здоровьем проблем нет. Я же вот-вот от врачей вернулась. Да и не нужно мне это. Я же уйду на другую сторону вместе с тенью. Что это значит? На другую сторону. Есть вещи, которые лучше не знать. Я хочу это знать. В конце концов, если я собираюсь писать книгу, мне нужно что-то особенное. Если повезёт, то расскажу тебе об этом, перед тем, как ты переступишь порог этого здания. А если не повезёт, узнаешь сам. Что ж, если что, напомню тебе, что бы ты рассказал мне. Я и сама ещё не страдаю маразмом. Так что вспомни. Какая-то ты сегодня не арахна, смешно сказал я. И такое случается уже. И такое случается в нашей жизни. Из-за тебя не грустишь. Сам того не ожидая, спросил я. А чего-то мне стало интересно покопаться в её мыслях. В мыслях психопатки. Нет. С чего ты взял? Ну, как я вчера заметил, вы вроде как парочка. А позже после драки и во время посиделки. Мы были парочкой. Раньше. Давным-давно. До вчерашнего дня были вместе, лишь из-за сил привычки. Знаешь, бывает такое, что вот-вот, что вот ты что-то чувствуешь, чувствуешь, а потом бац, и нет уже ни чувств, ни тяги. Остается только привычка. Должен быть кто-то рядом. Нужно обнимать и прижиматься к кому-то, когда ты спишь. Нужен человек, который просто будет рядом. Это зависимость. Когда ты под её действием, не важно кто-то, лишь бы он был хорошим. Это чувство можно спутать с любовью. Ведь тебе становится грустно и одиноко без этого человека. Не пройдёт день, два, может недели, и ты уже не чувствуешь этого. Вот и у нас с тенью была привычка. Тебя обедна от этого? Мне? Нет. В конце концов, если смотреть не с человеческой, а с нашей дурдомовской точки зрения, то я получаю от этого союза гораздо больше пользы, чем тень. Так что... Всё отлично. Голос у тебя такой, словно всё напротив ужасно. Мне грустно. Скоро нам придётся уйти. Оставить наших друзей, нашу семью. Они идут в лес, будут жить за границей этого места. А моя судьба? Скитаться по тёмным коридорам той стороны в надежде прожить ещё один день. И снова тень станет моей привычкой. А мне это уже надоело. Она тихо шмурнула носом. За себя приходится платить, новичок. За разум, за силу, за здоровье. И я в неоплатном долгу. Перед кем? Перед этими стенами сладкий. Перед этими стенами. А так не хочется уходить. Чёрт возьми. Она взяла с пол бутылку и сделала глоток, всё так же лёжа ко мне спиной. Так не уходи. Оставайся. Кому я нужна, а? Таракену? Может, булыжнику? Нет, никому. Кому хочется возиться с чокнутой дурой? Никому. Я знаю. Хоть мы и прожили вместе долгое время. Все они не любят меня. Боятся. Считать окончательно съехавшись с катушек. Если бы так и было, то я не думаю, чтобы вы прожили бок о бок столько лет. Я не всегда был такой, поэтому и прожили. А потом, когда я стала той, кем я являюсь сейчас, всё это дерьмо и началось. Мне жаль. Да ладно, прорвёмся. Если хочешь, когда я выйду, сбегай и уходим вместе со мной. Не подумай плохо, я просто предложил. У меня есть квартира, есть лишняя кровать и женская одежда, так что научу тебя готовить и прочее. Будешь домохозяйкой. Я обнулся. Хм. Я буду что-то типа прислуги, а ты наглым, похотливым шефом, что будет домогаться до меня, да? Если ты мне костюм горничный достанешь, то я в деле. Она хикнула. Стой, а как же химера? А что химера? Да, она симпатичная, весёлая и мне с ней не скучно, у неё, как ты выразил, своя семья и она уйдёт вместе с ними. Да и, кажется, это сила привычки, не более того. Почему ты так в этом уверен? Я люблю Ли, мою огненную девочку. Её нет и никогда я не увижу, не прикоснусь и прочее. Но я всё ещё люблю её и не хочу другой на её место. По крайней мере, пока. А то, что было вчера? Привычка, пьяная, пошлая, жажда. Жажда тепла, любви, ласки и нежности. Я знаю. А зачем спрашиваешь? Чтобы ты выгорелся, признался сам себе. Ведь легче же стало, да? Ну, да, легче. Вот видишь, слова, наверное, имеют, блей, слово, слово имею очень, бл***, слава имеют очень большую силу. От пары слов зависят новые. Ты, окружение, твоя состояние и твоё тебе далёкое будущее. Слова, спрятанные в себе, как петля на шее, что с каждым днём давит всё сильнее и сильнее. Я понял тебя, Рахна. Вот. Такие дела, слага. Такие дела. За окном громохнуло и на землю серого, холодного неба и на землю серого, землю упало со стеновой, да что? Штах! На стену, эээ, на землю, на землю, ну ладно. Даже сидя тут, я чётливо слушал удар капель о листьях деревьев. Небо плачет. А можете вот так сильно рассмешили наши разговоры, что она не держала слёз со смеха. Да. Наверное, второй вариант, обнуши сказал я. Стало как-то паршиво, но в то же время хорошо. У тебя осталась выпивка? Рахна молча протянул мне бутылку. Я принял бутылку и сделал смачный глоток. Чё это вдруг? Дождь. Это всё дождь. С ним у меня связаны тёплые, пахнущие, дикой лией и нежные воспоминания. А также чёрный, холодный и пахнущий и пахнущий смертью. Я не знаю, ненавидеть мне дождь или же любить. Ты странный. Рахна, ты ли мне говоришь это? Я не сдержал смешка. Ну, моя странность это моя фишка, а ты просто конченый. Возможно, ты права. Слушай, пошли на крышу. А? На крышу? Можно выбраться наверх? Да. Конечно. Надеюсь, моё инвалидное кресло не будет помехой на пути к нему. Нет, сказал Рахна как-то подозрительно весело. Точно? Что-то мне подсказывает. Прыгай в свой байк и помчай ливень не будет нас ждать. Я передал бутылку Рахне, перебрался в кресло и мы выехали из палаты. Коридор пустовал, ставила абсолютная тишина. Только шум дождя на улице проникал в коридор и гулял по его стенам, отскакивал от них и врезал в закрытые двери, требуя, чтобы его впустили внутрь. Магия пустоты. Отчего-то подумал я и покатил следом за Рахной. Мы остановились в палате без номера. Рахна зашла внутрь, оставив меня ждать в коридоре. Ушла она с небольшим рюкзаком, в котором взвеняли бутылки. В руках она держала бомбокс. Последнее легло мне на колени. Вези аккуратно, а то тень потом нас... А то тень потом нас три шкуры спустит, если сломаем. Я лишь нервно хикнул и мы поехали к выходу с коридора. Ты же сильный мальчишка? Спросил меня Рахна неожиданно. Ну, смотря с какой стороны, посмотрите. Подтягиваться умеешь? Да. Я почу подвох в вопросе. А что? Да так, интересно. Она хикнула, и мы покинули коридор. Знакомый. Перепрохожу, что ли? Ну, с одной стороны, да. Да, бля! С одной стороны, перепрохожу. С другой стороны, это переиздание МНД на отдельном движке с двумя дополненными головами, как я понял. Так что... Частично перепрохожу. Да, бля, громко. Арахна, мать твою! Лопил я, вися на вбитых в кирпичную стену, давно поржавевших железных скобах, ведущих с небольшой мансардой на крышу, на которой, слушая музыку со скрипучего мафона, сидела Рахна. Ты же сказал, что умеешь подтягиваться. Раздалось мне в ответ с крыши. Твою налево! Эти скобы ходуном ходят! Черт! Я гляну вниз. Сорвусь, и все. Привет Василию, мать его! И на хрена вообще полез? Долго тебя ждать? С усмешкой... С усмешкой спросила Рахна. Дождь больно приж... Блять, все уже, зрение падает. Пизда! Мать, мать, мать никто не трогает. Тут все дружелюбные комьюнити, как бы. Дождь больно прижигал по лицу. Руки соскальзывают с мокрых скоб. Ноги болтались с бесполезным грузом, тянущие меня вниз. Дай мне только добраться до себя. У, сука! Выдываю я, подымаясь на скобу выше. Черт! Скользко! Пыхтя, я крапкался вверх по скобам. Клянусь дев... Так. Ладно, клянусь девичью. Если бы ноги были рабочими, я бы оказался наверху за пару секунд. Все-таки, без ног далеко не уйдешь. Я усмехнулся с мыслями... Я усмехнулся своим мыслям и продолжил крапкаться вверх. Черт! Проспел я, выброшусь на шершаву и крышу в здание. Твою мать! Я лежал на животе, щеки порвали... Порвали... Щеки порвали! А где ноги? Ноги? Нет, ног. Все. Вася шин валит. Щеки порвали... Блядь, почему порвать хочется щеки? Проваливались. Щеки проваливались в мох... В мох... Льющий с неба дождь барабанил по спине. Приятно охлаждает тело. Выбрался-таки? Спросил у меня Арахна веселым голосом. Я повернул голову в ее направлении и увидел, что она сидит на крыле крыши, хлебает с горла и курит, смотря куда-то вдаль. Черт тебе, дерья Арахна! Проспел я, подползая к ней ближе. Живой? Как видишь, могла бы и помочь, что ли? Как? И действительно. Ладно, забей. Но к такому дерьму я точно не был готов. А если бы я сорвался? Мы бы тебя оплакивали в течение всего вечера. Ага, очень привлекательная причина умереть, упав на груду кирпичей. Красиво, сказала она, казалось... Сказал, она казалась совершенно меня не суша. Все, дерьмо. Я бросил взгляд на горизонт. У? Угу. Да, довольно-таки. Что творится там по ту сторону леса? Много всего, долго рассказывать. Ты был счастлив там? Вплоть до того самого вечера, который предопределил мое появление здесь. Ты был с ней рядом, когда она умерла? Я на мгновение задумался. Смысл скрывать нет. Я отхлебнулась с бутылки. Да. Машина выехала на пешеходную тропинку. Я успел ее увидеть и... В последний момент я закрыл ее с собой. Я верил, на последний момент мгновение. Верил, что спасу ее. Но она умерла, а я остался жив. Представь, если бы она попала на твое место, сюда, увидела бы то, что увидел ты. Я уверен, она бы перенесла это лучше, чем я. Она сильная. А ты бы хотел для нее этого? Нет, конечно. Ну, типа, они там сосались под дождем, тут машина выезжает, вашего кота в последний момент увидит, пытается закрыть ее с собой, машина их сбивает, в итоге ее на смерть, а он инвалид. Как-то так. Значит, в данном случае лучше смерть? Не знаю, что лучше. Ты задаешь вопрос, на которые у меня нет ответа. Ой, бля, уже начинает разговаривать, как здесь присутствующие. Расскажи о своей жизни. А мы это знаешь, так что давай, возмещай мне информацию в белое пятно. А нечего рассказывать. Жил с мастерью, окончил 9 классов, пошел работать, потом армия, вернувшись всех от матери, и началась рутина. Работа, дом, работа. Скучно как-то? Да, есть такое. Жизнь уходила на то, чтобы на нее зарабатывать. Но несмотря на однообразие, благодаря Ли, я был счастлив. Да, она была беременна, теплая. А потом все. Смерть. Но несмотря на однообразие, благодаря Ли, я был счастлив. Она была единственным лучом света в этом сером тумане. Я даже не знаю, что мне делать после того, как... Сори, это мой контакт. Ебучая. Общалка-отрещалка, бутылочка флир-знакомства, блядь. Пошли нахуй. Я даже не знаю, что мне делать после того, как я выберусь отсюда. Посетить ее могилу, например. Это само собой, но что потом? Черт знает. Найди себе хобби. Ну да, начну варить всякую всячину, как таракен. Я ловнулся. Было бы круто, вы бы потом сошлись в поединке по зелье варенью. Да. Было бы круто, но увы, все это слишком сложно для меня. Я по части своей больше разбираюсь в литературе, истории, а химия и прочее. Не, это не для меня. Ну тогда точно напиши... А, ну тогда точно напиши книгу. Ну да. Если только от ничего делать. Или в порой белого рячки. Ты представляешь, как будешь пиваться? Ты же сама предсказала это мне. Арахна хмыкнула. Не понимаю тебя. Целуйся и знакомься с кем-то. С Арахной? Типа... Там будет... Там все будет, короче, скажу так. Блин, а... Ничего интересного, просто... Я, в принципе, более-менее... А, нет, блин, приложили ВКонтакте. Я занят. Дать. Занят. В плане... Вроде уверенно держишься, а бывает настолько слентяя, что смотри, то что... Я ему вкусно. Не, а он потом тут выебит кое-кого. Ха, спойлер. Ладно. Знаешь, я сам удивлен этому. Знаешь, тьфу, блин. Ну все, что случилось, случилось со мной. Знаешь, живешь, вот смотришь на все несчастье, что творится вокруг тебя, и думаешь, что с тобой такого не будет. А потом случается именно с тобой, резко как выстрел. Именно в этот момент что-то в себе ломается. Я грущу, скорблю по ней. Но в тот же момент я продолжаю жить, влачить свое существование в этом месте, в вашем окружении. Не хочу сходить с ума, думая о ней и о том, что ее нет. Но не могу не думать. Стараюсь. Но не могу. Смерть сказала, что лучше быть психопатом или нормальным. Чем-то стоять на грани, не зная, кто-то на самом деле. Я понимаю. Я обдумал твои слова и должен сказать вам всем спасибо. Не знаю, что было бы со мной, оставив вы меня в покое в полном одиночестве. Дядь! Ты еще в лаку... Бля, тут вообще такая ловушка Джакушкера происходит. Ну, блядь, всё только потом раскроется. Весь пиздец происходящего. Ты же только поэтому пришла ко мне и потащила сюда. Потому что больше некому было за мной приглядывать. Нет. Мне наоборот строго не рекомендовано к тебе подходить. Почему? На то две причины. Во-первых, я кусаюсь. Я хихикнул, а рано же стрельным глазами я улыбнулась. А во-вторых, все эти разговоры явно не пойдут тебе на пользу. Насчёт второго наоборот. Мне нужно вливать это всё кому-то. Держать себе все мысли невыносимо. А в-третьих... Так, всего же два пункта. А в-третьих мне... А, ну блядь, ну дебил. Это же типа первая была шутка. А я фул дебил. А в-третьих мне всё равно. Тронешься ты окончательно или же нет? Что ж. Грубо, но честно. Я рада, что ты это понимаешь. Сделал глоток. Я закурил, рассматривал арахну. Её бледная, гладная кожа сливалась с холодным небом. Дырявая футболка вымокла и прилипала к телу. О, блядь, секунду. Уф. Мокрый, чёрный, как смо... Блядь, я уже на секунду подумал, что ты у меня в бушах. Мокрый, чёрный, как смола волосы. Свисали на лицо, оставляя на виду лишь мёртвенные губы. Ветер качает её чёлку из стороны в сторону. Открывая взору бесцветные, словно слепые глаза. Иногда она протягивает... Протягивает... Подтягивается, и в её движениях прослеживается грациозность пантеры-альбиноса. Это кто, нахуй? Ё-о-о-о-о-о... Ладно, опустим это. Так, пантера-альбиноса. В эти моменты цепь на её шее покачивается, издавая металлический звук, что сливаясь шумом дождя, воем ветра и шельством листвы превращается в тихую, успокаивающую музыку. Я смотрю на неё и не понимаю, кто она. Кто и почему назвал девушку из грации дикой кошки в честь проклятой лидийской рукодельницы. Но что я о ней знаю. Я знаю, что она не просто человек. Она как и тень. Как и тень, как и смерть. Она знает, слышит и видит больше, чем названное обычное смертное существо. 3D-модельки вообще не привыкли. Так, знаешь, в чём дело? Это уже не BL, это уже как отдельная игра идёт. А, блядь, стримлю я в это... Под BL, ну, типа, какую игру я стримлю на твиче указано. Потому что я... Блядь, нет такой категории, блядь, M&D. Это ноунейм игра, короче. Ноунейм новелла. Ну, что-то вроде. Она знает, я странный. Не, ну, по... M&D вроде... Тихо, по-моему, если я не ошибаюсь, M&D в варкжопе есть. По-моему, хайд... А, а, не! Не, M&D у меня на компе есть. Это из варкжопа его удалили, точно. Она знает и о странных существах в стенах, и о таинствах в другой стране. В её словах больше правды, чем в тех, что я говорю сам себе по ночам. Такое чувство, будто она живёт не на год и не на пять лет больше, чем я. Ладно. И словно, она живёт не только тут. Не только в этом запертом коридоре. Её легкое мысль, что в один миг превратилась в холодную рассудительность. Всё это не даёт мне ни малейшего намека, но то, кем она является. Что скрывает, и какой она человек, на самом деле. Странные вещи, ты думаешь, новичок. В смысле, ну, на уме вспомнить, ты чё, хуев? Ещё как хуеванку. Это... Ну, я сам до этого не знал, но, блядь, после прохождения M&D, я вот это просто, блядь, шарил интернет там, в его группах, там, вот эти все треки находил. Создал отдельный плейлист. И так, если нужно загнаться, там, посидеть, такой... Всё. МНД, блядь, трек листы, и всё, сижу. Лежу там, попиваюсь, на мутили, сижу, безрайд. Да-да-да-да-да. И вот так. И снова эти неожиданные точные слова в самый подходящий момент. Хватит читать мои мысли, кошка. Сказал, я совершенно не думаю о том, что говорю. И вообще не думаю о том, что я собираюсь вообще что-то ответить ей. Я продолжал смотреть на неё, а она носила на дождя, скрывающий горизонт. Кошка? Твои движения. Ты напоминаешь мне пантеру из книжки про Мангу и Багиру. С кем только меня не сравнивали. Но кошкой или пантерой ни разу не называли. Кстати, а что это за цепь? Почему ты ходишь с ней? Долгая история. Я не собираюсь её рассказывать. А, я думаю, это типа связано... Ну, типа какая-то особенная вещь. Из-за того, что она была привязана в детстве к батарее. И типа она теперь всегда как на цепи. Скажу лишь, что это знак, что... Вот, вот, что это знак того, что больше никто и никогда не пасает меня на цепи. И не считать свободу. Вот, вот, всё. Всё верно. А разве уход на другую сторону не лишенит тебя свободы? Хм, тут ты прав, отчасти. Но всё-то... Не всё так просто, салага. Объяснишь? Размечтался. Я лишь обнулся. Ну и бе. Я скриваю лицо и показал ворохни язык. Сам бе, козявка, не убью тебя, фе. Она ответила мне тем же, и мы засмеялись. А ты не такое уж и уныло дерьмо, как я думала. Спасибо на добром слове. Обращайся. Мы сидели на краю крыши и пили земляничное вино. Курили и смотрели на сгибающиеся под огнём... Под огнём... Под гнётом ливня деревья. И скрытые водяной стены на горизонт. Что иногда показывало глазу сквозь капли дождя. Я испытал много чувств. От разговоров о линии и будущем чувствовалось пустота и боль. Но вместе с тем, мне стало легче. Что это больше участие мальчиков про бомута и ретроперспективы. Наверное, что точно... Где-то... Сделали ещё пару... Ооо... Вообще не знаю. Я типа более-менее знаю в каких... А, ты пропал он пить, это... Я вообще не... Я вообще не шарю. От дождя ветра и запаха мокрой земли и травы я расслабился. От тепла, исходящего от сидящей рядом арахны, стало спокойно. Я огляделся. Дождь, алкоголь, сигареты, пустота и музыка природы. А ты девушка рядом, её словно и нет тут. Я чувствую, что живаю. Но в то же время, мне кажется, что я исчез. Мне нет, а арахн нет. Вообще нет ничего. Близко подошёл ты, брат. Близко, очень близко. Я сидел так долго. Обрала мои мысли арахна. То можно превратиться в пень. Или в лужу. Думаешь? Мне так кажется. Кажется, что нам пасилось-то частью мира. Частью природы. Я не знаю, хорошо это или нет. Не знаю, что ответить. Что я сделаю? Здесь ещё пару модов. Ну, у него... Где-то всё. Я сколько модов проходил, ну, типа... Меня только моды Вася зацепили. Всё. Я после его вообще ничего не могу читать. Я и с ним подругил, собственно, только... Потому что он... Выпустил в Бл... Бл, блядь, в свой мод в другой игре. Ну, в другом обложке, так сказать. Плюс две новые главы, как-никак. А так я уже, блин, на стримерской эту хуйню забил почти. Ну, а я... Ну, не, я тоже, в принципе, не грустил. Не, ну, типа... Нахуй вообще. Так, о чём это я? Ну, в принципе, бывают такие моменты. Вон. Я достал бутылочку, нальюсь себе и просто так посидеть, почетить. А вот... А вот лето, вот... Ух, это лето я собираюсь провести по-особенному. Ну, нажраться, соответственно, в более уютной атмосфере. Так сказать, для себя... Создать для себя такую атмосферу приятную. Надеюсь, что... Даже не один. Я соберу местных бомжей и будем бухать. Я буду рассказывать им о своих проблемах. Блин, весело. Ладно. Я не знаю, хорошо это или нет. Не знаю, что ответить. Никогда не отвечаю, если не знаешь, что сказать. Молчание, золото, не зря говорят. Не спорю. А ты что думаешь? Не знаю. Если смотреть с логической точки зрения, то ты в чём-то права. Если сидеть так достаточно долго, мы умрём. Наши силы сохнут. Покроются мхом. В них начнут плодиться насекомые. Наша кровь сольётся с лужами и вместе с ними испарится. Отправившись паром в небо, чтобы упасть дождёмся снова. Осознание. Оно умрёт, как и душа. Тогда я не думаю, что вклиниваться в цикл становится частью природы хорошей идеи. Да. А почему-то тоже так подумаю. Мы лбнулись друг к другу. Рахна снова отвернулась и устала из на горизонт. Мы ещё будем счастливы? Не знаю. Но я хотел бы в это верить. А ты не веришь? У меня забрали жену, ребёнка. А вместе с ним часть меня. С ним, честно, да. Внешне я спокоен. Но поверь, это только внешне. Я бы упал и зарыдал прямо сейчас. Может, сиганул бы с крыши или с порог горла разбитой бутылкой. Но я не имею права. Я сам не понял, в какой момент я решил жить. Лежать за своё существование, несмотря ни на что. И хранить они память. И сейчас я не представляю себе будущего. Не вижу пути. Но знаю, что должен идти. Она хотела бы этого. Я бы для неё этого хотел. Умри в ту ночь я, а не она. Интересно. А во что веришь ты, кошка? Не, не во что верить, салага. Я верю только теней. И его словом. И всё? Тень никогда не врёт. Знаешь, иногда кажется, что я вся ч... Что вся честность, прозрачность и чистая мира, это он. Вся правда и честь. Он у вас что-то вроде идола? Нет. Это только я так думаю. В голове всплыла вчерашняя сцена в курилке. Не только ты. Смерть тоже. Смерть безумно влюблена в него. Вот и всё. Может, ты удивишься? Но она могла уже давным-давно уйти отсюда. Но она осталась. По своей воле осталась. Осталась по своей воле. Ну, блядь, странно написано. Ну, ладно. И всё из-за него. А сам тень? Он хочет отпустить смерть? А сам тень? Он хочет отпустить смерть, а сам уйти на ту сторону? Неужели он не может остаться здесь с ней? С ним всё труднее. Гораздо труднее. Я уже говорил тебе. За всё нужно платить. И тень должен слишком много. Он нет шансов. У него нет шансов уйти на эту. Ебать. А что будет с вами? То есть, если вы уйдёте куда-то. И что будет? Вы будете спать или же кома? Или вы щените? Мы просто уйдём. Тихо и бесшумно. Никто и не заметит. Это всё грустно. Да. Но самое страшное ещё впереди. О чём ты? Всё просто. Представь, что ты живёшь в своём доме уже чёрт знает сколько лет. И тут приходит дядя, говоря тебе, чтобы ты выметался. Идти тебе некуда. Тебя никто не ждёт. Ты же он себе тихонько никому не мешал. А теперь у тебя забирают твой дом. Что ты почувствуешь? Что ты будешь делать? Не знаю. Это трудно представить. Буду разбираться. Биться за своё. А кто-то просто летит с катушек. Возьминавит всё вокруг. К чему ты клонишь? Когда новости о закрытии распросятся по коридору и люди узнают правду, начнётся хаос. Уже было такое. Но в прошлый раз всё обошлось и нас не закрыли. Правда, последствия, что были вызваны, то и новости слишком ужасны, чтобы их забыть. Мы здесь все изолированы. Это наш мир. И когда нас начнут из него выдергивать, обещая другое, лучшее место, мы начнём превращаться в зверей. Страх. Перед неизвестностью мы боимся нового. Мы боимся мира по ту сторону. Рахли повернулась ко мне. Затянулась и выпустила в мою сторону дым. Если история повторится, не приведя случай тебе быть здесь. Когда все разом сойдут с ума. Это настолько страшно? Страшнее этого нет ничего на свете. Салага. А разве уже не все знают? Только те, кто был вчера с нами в комнате. Ясно. А вот ты сама боишься? Я? Нет. Я вообще ничего не боюсь. Бестрашная королева Амазанка? С улыбкой спросил я. Ага. Зена. Королева Вольмор. Я услышал за сегодня больше, чем думал услышать за все время пребывания здесь. Плохо что ли? Нет. Мне стало легче. Я слушал. Тебя уже целовал коридор. Я слушал. Тебя уже целовал коридор. И как? Странный вопрос. Видите каких-то диких зверей, ходячих каменных големов и странных существ? То есть, то еще развлечения. Добавил ко всему еще и сразу после того, как пареньку... Пареньку на моих глазах спорили шею. Да, да. Я... Вот и блять... На хуй я читаю. В общем. Ладно. Не завидую. Хотя... Я бы посмотрел, как этого подонка убивают. Я так и не понял. Есть какой-то шакал, и он не любит тени. Этот самый шакал заманивает на свою сторону ребят и заставляет их драться с тени. Но в чем смысл? Личный неприятен? И почему он сам не выйдет против тени? Боится? Это все очень долгая и неприятная история новичок. А мы разве куда-то торопимся? Нет. Но рассказывать я не хочу. Но в одном ты прав. Шакал ненавидит тени. А сам он драться не в состоянии. Рахнул, смехнулась и оскалилась. Поэтому и травят на тени всяких остолопов вроде ертика и других. Уж что-то о мозгами и харизме шакала природа не обделила. Заговорить зубы? Найти подход к любому, одурманить мозги и просто навешиваться вообще на уши. А так что сомнений в его словах не останется, а он мастер. Жаль только не вторую слову он свои способности использует. Так почему, если все знают, что во всем этом виноват он, его никто не накажет? А вот это тоже совсем другая история, дружок. Одни тайны загадки у вас тут. Что ни спроси, нельзя знать такое. Только не дуйся. Буду. У тебя путь, а ми-ми-ми-ми. Она взъерушила мне волосы и потыкала пальцем в щеки. Я не сдержал лупки и засмелся. Ай! Даже обижаться не даже спокойно. На обиженных в воду возит. Ну да-да. Ну что, я был на сокрушение. А то как-то уже я промок. Снова по весу молчания. Дождь все так же обильно лил с неба. Мы пили вино и курили. Не решать сказать что-либо. Это было особое молчание. Погружаясь в которое я понимал, что если бы не эта крыша, не эта девушка и не этот дождь, я бы продолжал страдать. Молчать о том, что внутри было тягостно. Но сказать кому-то либо... Что? Ну сказать... А! Кому-либо я... Все. Я зебил. Но сказать кому-либо об этом я не мог. В моей голове сотни раз воспроизводилась подобная сцена. Когда я рассказываю... Рассказываю о том, что чувствую. И когда дело дошло до того, чтобы рассказать, красочные, чувственные, километровые... Километровые длинные речи превратились в огрызки. Но даже от этого малого количества слов, что я смог породить, мне стало легче. Благодаря арахней я смог выиграть время. Смог отвлечься о мысли Алии по-настоящему. Пусть не навсегда, пусть на время. Но это самое лучшее лекарство из всех, что я мог получить. То, о чем человек молчит, он и есть в действительности. И пока я молчал, был с густиком боли соплей и печали. Мое лицо под своем тонкой коже было покрыто траурным гримом. Пускай не дели... Пускай не делись... Не делись, блядь, не делись. Не делись, блядь. Ну че, поделимся, блядь? Да, понятно. Пускай не делись, никуда синяки под глазами, бледность лица и отсутствует смысл двигаться дальше. Кроме как мнимая вера в то, что я должен. Пускай черт с ним. Главное, что я здесь... Главное, что сейчас я снова чувствую. Жизнь. Я чувствую, что жив. Те дни, что я провел здесь. Таблетки, посиделки. Все это спасало меня. Но это было мало и недостаточно. Я думал, что смогу таким образом отвлечься. Но с тобой веселье кончится, как меня пожирало чувство утраты и печали. А сейчас... С головой сошла пелена. Я снова вижу мир так, как видел его до той ночи. Но долго ли? Не знаю. Но я рад снова вдохнуть чистый воздух, почувствовать дождь и ветер. Это молчание, что сдавливает нас сарахны жесткими стальными пассатижами, оно не тяготит меня. Ведь мне нравится это молчание. Я не вправе сопротивляться ему и не вправе разрушать. Это очень ценный момент. Ведь не так много на свете людей, с которыми можно комфортно помолчать. Понимание того, когда следует говорить, а когда молчать – самое ценное знание. Не хватает только виски долитого в бокал, который можно бесшумно покачивать, разглядывать содержимое и вдыхать его аромат. Но я рад. Впервые за долгое время рад по-настоящему. Сейчас я готов сделать шаг вперед, и не спрыгнуть с крыши, и не оборачиваться над заливаемым холодным дождем тело с огненными волосами, которое безуспешно пыталось потушить холодный дождь. «Знаю. Знаю, что это временная блажь. Временный порыв. Пока эффект не рассеялся, мне нужно уйти как можно дальше от бутонов ржей и лилии. Что подобно кораблику качать, уже творится кровь на промозглом асфальте. А потом, перед зеркалом, вспомнить и разрыдаться. Да кричать, упасть на колени и развить то самое зеркало. Как я показал. Зеркало кулаком. Черт, вдохнуться, сжаться в кубок и разрыдаться еще сильнее, веня себя, небо и еще кого-нибудь. Вспоминать о ней и улыбку, тепло и запах. Зарыдать еще сильнее, исходя с ума, уснуть на полу в собственных слезах и соплях. Я знаю себя. Я знаю, что так и будет. Но это потом. Не сейчас. Не сегодня. Все. Чего мы всем говорить будем? Дождь со слаб. Стало темнее. Арахна шнавурнул пустую бутылку вниз. Пойдем уже. А то уже все пришли, наверное. Да и согреться надо. Так и по-по-по-по-по-студу схлопотай недолго. А то и того хуже. Да, ты права. Ну что? А слазать-то как будем? Она прошагала мимо меня и начала спускаться вниз. Я попал за ней и следом остановившись в спуск и задумался. А как мне свалились? Ага. Арахна. Что? Данисус снизу. Я тут задумался о вариантах спуска. И мне кажется, что мне эта задача не по силам. Скинь ноги, а затем на руках повесни. И спускайся. А я следом за ногами полечу. А, тихо. А я следом за ногами не полечу. Я взгрустну. Я взгрустну, да пойду остальным сообщу, что ты понял. Ты такая добрая и отзывчивая. Тебе никто об этом не говорил. Нет. Вот и не скажут. Бяка. Ага. Ну что? Я скинул ноги вниз, держась руками за уступ. Мне смотреть желания не было. Держась одной рукой за скользкие кирпичи. Я перебывал вторую руку ниже, хватая за скобу. Вроде ничего трудного. Подумал я и начал спуск. Все, не упадем даже. Когда я наконец-таки уселся в свое инвалидное кресло, я был не сказал на этом рад. Ну, наконец-то. Выдохнул я, когда мы въехали в коридор. Скучал по этим стенам? Сидевка спросила Рахана. Ага, конечно. О, нашлись-таки. А что искал? Ну так, пришли, значит ожидали чего угодно. Растерзанного на части новичка. Да, обгоненные останки реки крови и тебя, выседавши на костях нашего винного друга. А тут тишина. Ну, думаю, точно съела. А мы сказали, все, у вас нигде нет. Перепугались. Ну да. Ага. Кстати, после ужина в 8 собираемся. Там тень будет ораторствовать. Поняла. Ладно, салагай. Иди отдыхай. На. Спасибо тебе, Арахана. О, что-то произошло? Ну-ка. Арахана прибрелась к таракану и взяла его за подбородок. Меньше знаешь, сказала она ему шептом. Дольше проживешь. Так я же бессмертный. Мне можно знать все. Арахана лишь хихикнула, отпустила тараканы и махнув рукой, ушла дальше по коридору. Она тебя не кусала, сучья? Не, что ты. С улыбкой сказал я. Хорошо. Ладно, пойду я. Таракан хлопнул меня по плечу и ушел. Я лишь вздохнул и поехал в палату. Ты-ты-ты. Внутри было пусто. Я забрался на кровать и, расстелившись на нее, остался усыпанным речным потолок. А ведь... Вера расплакнулась, в комнату ушла Арахана. Черт, тут же только что никого не было. Расстроена? Ты даже представить не можешь. Она, как и сегодня, прошла к моей кровати, опустила на тумбучку бумбокс, а сама села у меня на ногах. Из-под футболки на кровать поместилась бутылка вина. Булыжник ограбил, что ли? Почему же? Он мне его за полцены продает. Черт, сказала смешкой. Что? Да у меня в голове не укладывается образ булыжника, садовода, что своими огромными пальцами щипает мелкую травку. Так сойти, да посмотри, чего гадать-то? Дверь снова распахнулась, и вошли Химер с смертью. У-у-у, вы где пропадали? Спросила у нас, разбегу, запрыгнув ко мне на кровать, чуть не превратив меня в блин. Химер легла рядом со мной на живот, согнув ноги и подверев головы руками. А смерть села рядом с Араханами против нас. Тень беспокоился. Гуляли. Где? На крыше. Как ты его на крышу затащила? Я хикнул. Он как паук, забрался на меня по стене, прилипая к ней своими паучьими лапками. А на самом деле Арахан запутала меня в кокон из паутины и подняла на крышу. Арахан засмеялась. Альса совершенно точно. Ну что за вопрос-то? По скобам, как и всегда. А если бы он сорвался, помер бы или не помер бы, я откуда знаю. Тьму околку мою угробить хотела. Успокойся. Я спокойно. От Химеры веяло жаром. Химера, милая моя, хочешь казаться безобильной? Носи очки и маску, чтобы ни глаз, ни прикусывающих нижней губы острых зубок видно не было. Сказала Арахан со смешкой. Но успокойся вы, чё взъели-то? Меня насильно никто не тащил. Ну ладно. И как посидели? Весело было? Местами. А вообще, решил в клинице я. Расскажите лучше, почему так рано вы к врачам пошли? Тень же вчера говорил, что перед Новым Годом и всё такое. Планы изменились. Нас закроют раньше. Поэтому и уйдём раньше, чем планировали. Что же. Не знаю, что и сказать. Поздравляю или сожалею. Каждому своё. И то верно. А что там, кстати, Тень удумал? Зачем собираемся? Он скажет, когда мы должны уйти. А ты знаешь? Нет. Кажется, как у кого-то птицы написали дату на листке. Ибо я ничего не слышал. А по состоянию? Его мысли пахнут дождём. Но мне трудно понять, пахнет это от него или же с улицы несёт. Понятно. Дверь с грохотом распахнулась. И в комнату влетел таракен. Лицо у него было озабоченным. Взгляд бегал туда-сюда. Что случилось? Что случилось? Тут. Тут это. Тяжёлый дышать говорил. Экстренная ситуация. У меня свидание. Кто-нибудь гладить умеет? Все с непониманием смотрели таракена. Ой, таракен. Ой, ну. А я почувствовал, что у меня голубы расплываются в улыбке. Химера не выдержала первой. Наш смех разорвал палату. Полетел прямо в таракена. Чуть ли не сбила его с ногой. Я сквозь смех произнесла смерть. Я умею. Смерть, подруга, дней моих срок. Вручай. Я в долгу не останусь. Ну ладно, ладно. Пойдём. Она всё ещё смеется встала в скойки и направилась к выходу. Смерть и таракен вышли, прикрыв дверь. Мама, мама, я полюбил наркомана. Усмехнувшись, сказала Рахна. Интересно, интересно. Кто-то бедняжка с таракеном нашим на свиданку собралась. Почему бедняжечка? Он же неадекват. С очень странными наклонностями. Ой, а вы обе такие адекватные и без странностей. Я аж не могу. Мы девочки. Нам можно быть с капелькой придурей. Вот именно. Что с капелькой, а в вас далеко не капелька. Давай его замочим. А давай. Стоп, знал, что девочек обижать нельзя. Рахна перехватил пустую бутылку за горшкой. Химера хрустнул костяшками. Шучу я, шучу. То-то же. Супка сказала мне кошка, убирай бутылку. На первый раз прощаю. Потом буду тебя мучить. Сильно? Очень. Дверь открылась и показалась лиса. Там уже накрыли. Пойдемте. Сказала она и ушла. Пошли, пошли. А то я сейчас вас обеих съем. Весь день с этим балбесом просидела голодная, как черт знает кто. Мне лень. Просто снова Химера, опустив голову на кровать. Ну все, кусай. Ааа, не надо. Химера скатилась с кровати и выбежала в коридор. Рахна кинул следом за ней. Психопатки, чертова. Подумай, я с улыбкой. Перебираюсь в коляску. После ужина мы заняли общую, расположившись, как обычно, по кругу. Трубадур включил музыку. Божник разнес всем по чашке и кофе. Все сидели хмурые, лица серые, глаза пустые. Так, кстати. Глаза пустые. Я тут подумал, что... Бля, может... По-моему, эта гола будет подлиннее. Я сегодня думаю на этом закончить. Ну, типа, по-моему, там еще... Если вспомнить, что произойдет, по факту. Если примерно так, потом скат, потом это, а потом... Не, я думаю, на сегодня хватит, типа. Откуда я это помню? Блядь, какие-то автосейвы. Ну ладно, пусть будет. Откуда я это помню? Так, ну... А на сегодня получается все? Я сбегаю... Сбежать, ну... Да. Все. Спасибо всем, кто заходил, ребят. Удачи. Аху ли мне... А, не все, верно. Аху ли... Ладно, все. Бэк.